Здравствуйте! Вы смотрите телепередачу «Лестница» и с вами мы, ее ведущие Светлана Краснова и Юлия Михалкина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной конкурс профессионального мастерства «Я мастер». Мы с вами уже 8 лет занимаемся технологией на том уровне, который позволяет ребятам, сегодняшним участникам конкурса, выбирать профессию, уже обучаясь в школе. И дальше понимать, что они делают, для чего они это делают и зачем им это в жизни нужно. В этом году соревнования происходят по шести специальностям. Швея, парикмахер, токарь, мейкер, водитель категории «Б» и журналист. В конкурсе приняли участие не только ребята из Заречного, но и из Пензы, Каменки, Зиметчина, Средней Юлюзани, а также Калышлея. Всего около шестидесяти желающих решили попробовать свои силы. Я к нему готовился на занятиях по 3D-моделированию. Мои ожидания, конечно же, были хорошие, что я настарался на победу, либо хотя бы на какое-нибудь призовое место. Для участников было представлено два конкурсных задания. Первое задание теоретическое, а второе практическое. На первом этапе каждый должен был по своей специальности ответить на все вопросы теста. На втором же этапе участники непосредственно выполняли практические задания. Швеи работали над эскизом сорочки. Токари изготавливали по образцу детали. А перед журналистами стояла непростая задача – сделать репортаж о происходящем событии. Автомобилисты выполняли нормативы, данные инструкторами автошколы. Несмотря на то, что конкурсанты еще не совершеннолетние, они уже могут самостоятельно управлять автомобилем. Парикмахеры должны были сделать вечернюю прическу. Кто-то решил заплести обширные косы, а кто-то предпочел локоны. У каждой получилось что-то по-своему уникальное. Мейкеры выполняли эскиз фигуры по образцу, а затем должны были сделать аналогичную модель эскиза. Члены жюри определили по три лучших конкурсанта в каждой номинации. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками. Это обмен опытом с педагогами, с детьми. Дети получают опыт конкурсных заданий, вообще конкурса. Вообще в области много конкурсов, но именно профессионального мастерства, где они показывают владение специальностью, рабочей специальностью, таких конкурсов практически нет. Поэтому это, в общем-то, место, где можно обменяться опытом, получить опыт. Анна Малютина, Юлия Михалкина, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». В прошлой передаче мы начали рассказывать о бочном туре муниципального этапа фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом Сити» в рамках проекта «Школа Росатома». Сегодня мы продолжаем свой рассказ о том, что такое стрит-арт, как проводились состязания в этой номинации и чем они закончились, вы узнаете из сюжета Светланы Красновой. Стрит-арт – это новое и перспективно развивающееся направление в изобразительном творчестве, отличающееся от уже привычного для нас граффити, замысловатостью и особой идеей, заложенной в рисунок. В рамках этой номинации каждый муниципалитет предоставлял участникам свои задания и разные поверхности для работы, но все они были объединены общей целью – в весне украсить улицы атомных городов детским творчеством. Вслед за ребятами, создававшими свои шедевры на бумаге или виде поделок и скульптур, в творческую гонку включились и те, кто решил попробовать себя в уличном искусстве. В Заречном в номинации «Стрит-арт» приняли участие шесть команд. Конкурсное задание для каждой из них определялось случайным образом при помощи жеребьевки. Трем первым командам предстояло расписать конструкцию пирамиду – один из негласных символов системы образования в Заречном, который появился на финальных мероприятиях проекта «Школа Росатома» еще в 2017 году. Каждой грани соответствовала своя тема – патриотическое, экологическое и творческое направление детского квартала. Сложность заключалась в том, что в зависимости от задания ребятам необходимо было работать в определенной цветовой гамме, используя всю палитру красного, желтого или зеленого цвета. Я учусь в школе с художественным уклоном, получается, я хожу на художественное отделение. В этом году я получаю художественное образование, но в «Стрит-арте» мы никогда не работали. Узнала я об этом направлении буквально недавно, когда начался этот конкурс. Нам сказали, и мы участвуем в нем. Почему ты решила принять в нем участие? Потому что это интересно, развивающее, новое направление, узнать что-то новое можно. Три другие команды занимались роспищей лавочек. Используя различные цвета, ребята должны были отобразить особенности спортивного и технического направлений или же подготовить свою работу на тему. Озеро Байкал, как символ природно-охранной деятельности ООО «Сибирское здоровье» спонсоров фестиваля. Хочу сказать, что поверхности были достаточно нестандартные, нестандартные для людей, которые участвуют в этом конкурсе. В первую очередь к сложной поверхности я хочу отнести лавку. То есть лавка, она сама по себе сильно дробит рисунок, и нужно стараться не рисовать мелкие детали. То есть тоже тут нужно учитывать такие нюансы, чтобы вписать грамотно картинку в эту поверхность. На выполнение работы юным художникам выделялось всего два дня. Но ни трудные условия, ни короткие сроки не помешали им успешно справиться с заданиями. О работе участников в номинации «Стрит-арт» можно судить по этим ярким и креативным скамейкам, которые в будущем будут украшать улицы нашего города. Муниципальный этап фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом-Щити» завершился на той же площадке, в одном из торгово-развлекательных центров города, где была открыта выставка работ юных художников. Но в этот раз к уже имеющимся творениям ребят были добавлены новые картины. Посмотрите, сколько талантливых работ. Посмотрите, какие креативные скамейки будут у нас стоять в парке Димакова. Ну а про пирамиду, пирамиду, которая показывает, насколько заречный, большой, добрый, талантливый город. Поскольку участников муниципального этапа оказалось рекордное количество, победителей и призеров было также выявлено много. Юных художников из каждой номинации, от самых маленьких до самых взрослых, наградили дипломами и памятными призами, а лучшие из лучших были приглашены к участию в очном этапе. Одной из победительниц в номинации «Станковая композиция» стала Дарья Сарафанкина, представлявшая на конкурсе «Центр детского технического творчества». Расскажи, как появилась идея твоей работы и какие у тебя впечатления от этого фестиваля конкурса? Идея пришла совершенно как-то сама, потому что идея, она простая. То есть мячик, он играл в роли солнца, а чтобы было не так скучно, я сделала небо не в своей технике, немножечко в другой, и снег сделала разноцветным. Какие у тебя впечатления от этого конкурса? Мне очень понравилось рисовать. Еще одна воспитанница Центра детского технического творчества Виктория Сарайкина будет представлять Заречный в номинации «Графика». Расскажи, как рождалась идея твоей работы и о своих впечатлениях от этого фестиваля конкурса? Мы смотрели много идей в интернете, чтобы реализовать это как-то поинтереснее. Я придумала идеи с хвостами рыб и сделала их очень большими, потому что это киты, и они очень большие получились. Мне очень понравилось, было очень волнительно, очень страшно. Подошел к концу муниципальный этап фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом Сити». Десять лучших юных художников будут представлять Заречный на финальном этапе. Уже второй раз в рамках проекта «Школа Росатома» проводится чемпионат по футболу 5 с плюсом среди воспитанников детских садов. Заречный активно принимает участие в соревнованиях и помогает юным футболистам развивать свои спортивные навыки. О том, как прошел муниципальный этап чемпионата в этом году, смотрите в сюжете Юлии Михалкиной и Анны Малютиной. Чемпионат мира по футболу в России закончился, но любовь к этому виду спорта в нашем городе не угасает. Второй год подряд в рамках проекта «Школа Росатома» проходит чемпионат по футболу 5 с плюсом среди детских садов. Турнир проходил в течение двух дней. В соревнованиях приняли участие все дошкольные образовательные организации города. За путевку в финал чемпионата боролись 12 команд. Традиционно все юные футболисты одеты в форму со знаками отличия их детского сада. Перед началом соревнования у спортсменов прошла разминка, где они выполняли различные упражнения. Тренеры подбадривали ребят перед игрой, говорили напутственные слова и давали советы. Групповой этап первого дня чемпионата проходил параллельно на двух площадках. У нас традиционно уже второй год. На этом турнире дебютируют молодые судьи, которые у нас занимаются в Доме творческих детей и молодежи. Ну, пока удачно все складывается. Правила игры для юных футболистов адаптированы под возрастные особенности детей. Ребята играли два тайма по пять минут. Несмотря на такой короткий промежуток времени, на футбольном поле произошло много событий. Юные футболисты с упорством и старанием, азартом и бесстрашием старались проразить ворота соперника и защитить свои. Не все участники соревнования занимаются футболом в спортивных секциях. Некоторые осваивают азы этого вида спорта в своем детском саду. Мы тренировались, бегали, прыгали и занимались. Потом нам тренер показывал доску и магнитики. Показывал, как играть. Мы потом так тренировались и пришли на этот футбол. На протяжении всех соревнований спортсменов активно поддерживали болельщики. Среди них были и родители юных футболистов, и их друзья из детского сада, и все, кто неравнодушен к футболу. На детей смотреть, когда они играют, тем более маленьких детсадовских, очень приятно, потому что эмоции маленьких детей не сравнится ни с чьими эмоциями. Ну и, естественно, эмоции родителей, потому что родители тут поддерживают детей очень здорово, воспитатели, педагоги. Второй день состязания был не менее интересным. Первые две игры выявили лидеров. Ими были воспитанники детских садов номер 7 и 17. Начинающие спортсмены отлично показали себя, как в защите, так и в нападении. И не один раз поразили ворота соперника. Обе игры завершились разгромными счетами 7-0 и 7-1. Я капитан нашей команды. Я сегодня забил шею голову. Я вратайка нашей команды. Я люблю играть в футбол. Сегодня была хорошая игра, были достойные противники, и я сегодня хорошо играл. За третье место состоялось дерби воспитанников детского сада номер 4. Несмотря на то, что в жизни эти ребята друзья, на поле развернулось настоящее противостояние. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу первой команды. К финальному поединку атмосфера в зале накалилась до предела. Я сейчас смотрю на ребятишек. Мне очень приятно. Ребята с каждым годом уровень футбола все растет и растет. Ребятишки вот даже с 12-го года, то есть по большому счету им 6 лет, они играют не просто бей-беги, а уже играют в футбол. Обыгрывают, забивают голы, красивые голы. То есть почти как взрослые. За победу в муниципальном этапе сражались воспитанники детских садов номер 7 и 17. В первой половине игры мяч не шел в ворота, хотя юные спортсмены прикладывали массу усилий. Несмотря на большое количество голевых моментов, ни одной команде не удавалось распечатать ворота противника. Во втором тайме удача улыбнулась футболистам из детского сада номер 17. Со счетом 2-0 они победили ребят из сада номер 7. Сегодня произошла игра. Играли очень хорошо, били по воротам. Что тренер им говорил, выполняли все задания. На воротах воротарь у нас хорошо отстоял, Максим Кряжев. И нападающий Платон Обухов забил много голов, чего от него и ждали. Победители наградили медалями и кубками. А чтобы восполнить утраченные силы, каждая команда получила вкусный и сладкий приз. Играли очень хорошо, били по воротам, настоящие футболисты, настоящие мужчины, которые идут в победе, в связи с двойной группой. Мы уверены, что в церковной соревновании, в котором команда детского сада номер 17, на свой большой победитель, в которой мы будем рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда детского сада номер 17 будет представлять наш город на зональных соревнованиях. АПЛОДИСМЕНТЫ Растопим лед в каждом сердце. По таким девизам пройдут финальные соревнования чемпионата по футболу 5 с плюсом в городе Новоуральске. Юлия Михалкина, Анна Малютина, специально для телепередачи «Лестница». По Дворце творчества детей и молодежи состоялась благотворительная ярмарка. Это веселое мероприятие ежегодно объединяет многих неравнодушных горожан нашего города. Все собранные средства в рамках благотворительного марафона «Дар во благо» передаются на лечение тяжело больных детей. О том, что интересного увидели зареченцы в стенах дворца в этом году, вам расскажет Алина Селиверстова. Слезей не моргай, кровь не раздевай, воронки считай, товар покупай! Каждый год во Дворце творчества детей и молодежи организовывается ярмарка. Мероприятие проходит в рамках благотворительного марафона «Дар во благо». В этом году все жители нашего города могли принять участие и помочь тяжело больному ребенку. Все воспитанники дворца постарались, чтобы сделать этот день незабываемым для всех посетителей. Все мы здесь играем разные роли. Вот я, например, сегодня являюсь звукооператором, кто-то у нас богатырем. Каждый принимает непосредственно часть для того, чтобы потом те денежные средства, которые мы собрали, пошли на благотворительный всем детям, которым нужна. Ярмарку посетили школьники, которые приходили целыми классами, жители микрорайона и все желающие. Любой гость мог выиграть без проигрышной лотереи, купить продукцию в торговой лавке «Погребок-домовенка» или испытать свою силу и ловкость на площадке «Богатырские забавы». Да, на этой ярмарке очень интересно. Например, на этой площадке я могу побороть «Богатыря». Нет, так и пойдет. Также были приглашены маленькие актеры, которые развлекали всех посетителей ярмарки. Я принимаю участие в этой ярмарке от студий, театра «Человечка». Мне очень нравится эта ярмарка. Я в роли бабы-яги. А мне нравится эта ярмарка, потому что эта ярмарка благотворительная и все деньги получат на благотворительность. Педагоги устраивали интересные мастер-классы, а их ученики показывали творческие номера. Юные шахматисты смогли сразиться друг с другом на интеллектуальной площадке «Быстрые шахматы». Маленькие посетители были очень рады погладить и сфотографироваться с животными из-за уголка. На этой ярмарке очень весело, интересно. Тут каждый может себе что-нибудь найти. Каждому ребенку и взрослому очень понравилась ярмарка, ведь тут было увлекательно и весело. Гости ушли из дворца с хорошим настроением на весь оставшийся день. Независимо от того, насколько велика вырученная сумма, она поможет вылечить человека. Алина Селиверства, Карина Краснова, Юлия Михалкина. Специально для телепередачи «Лестница». В Дворце творчества детей и молодежи продолжается танцевальный конкурс «Стартин». Накануне весенних каникул в нем приняли участие самые юные танцоры – ученики первого класса в школу нашего города. Теперь эстафету приняло среднее звено. О том, как прошло это событие, вам расскажет Варвара Боярова. В Дворце творчества детей и молодежи состоялся танцевальный конкурс «Стартин Нейджер-2019». В нем приняли участие ученики с 5 по 8 класс всех школ города. Конкурс проводится ежегодно, меняются только форматы проведения. В этом году «Стартин» проходит в рамках фестиваля детского движения «Юнзары Вардаша». Танцевальный конкурс состоял из нескольких заданий. Первая – визитка. Все команды представляли свое название и девиз. Жюри оценивали оригинальность, внешний вид команды. Мы готовы выступать перед вами «2-2-5». Второй конкурс традиционный – это танцы народов мира и массовые танцы. То есть детям предстояло узнать, что это за танец и танцевать так, как принято в этом танце. Третий этап – домашнее задание – был самым сложным. Его ребята готовили заранее, в своих школах. Каждая команда придумывала и ставила танец продолжительностью не больше 4 минут. Выступления команд были яркие и сложные, разных направлений, таких как вальс или современный танец. Номера были очень интересными, и поэтому жюри было сложно оценивать команды. Мне очень нравится участвовать со стене, это очень весело, это очень круто, и молодежное движение какое-то привлекается. Следующий конкурс назывался «Самый-самый». Ведущие предлагали командам исполнять самый высокий, самый низкий, самый широкий, самый дружный танец. И участники должны были согласно заданию исполнять его. И последнее, не менее интересное испытание – это конкурс капитанов. Лидер каждой команды показывал движение, а другие участники должны были повторять за ним. Для меня в первую очередь, чтобы капитан не подвел свою команду, сделал все на высшем уровне. В то время, когда жюри подводили итоги конкурса, Юнзары устроили массовый флешмоб. Все ребята получили сладкие призы и дипломы. Вне зависимости от места, никто не остался без награды. Также жюри выбрали мисс и мистер Астартин. Ими стали Анастасия Телятникова и Ярослав Ялый. Победителем конкурса стала команда... Варвара Боярова, Карина Краснова, Ксения Митюрникова. Специально для телепередачи «Лестница». Полные версии наших сюжетов вы можете увидеть на официальных страницах студии «Автор в социальных сетях» и видеохостинге YouTube. А сейчас мы с вами прощаемся. Ждем встречи ровно через две недели в это же время. До свидания.